Шанти-шанти-реф, палаточка-сплав Егор 2. Я буду пристрастным, опять же, я эту палатку однажды собирал, она мне не понравилась. Но еще раз, я сравниваю с нормальными палатками. В моем понимании, нормальная двухместная палатка это либо каскад-дизайн с МСР, про которую я много раз говорю, либо ее аналоги, либо это мой Хоган компании Фауде, который сейчас продают за какие-то несусветные 40 тысяч, которые он не стоит, ну вообще ни под каким соусом. Я не могу эту цену обосновать совершенно не так. Значит, Егор у нас заметно сильно дешевше. По размеру он больше Хогана. По габаритам заявлено вес от 2,2 до 1,9, что для двушки, в принципе, приемлемо. Вес палатки, в случае, если это двушка, трешка и так далее, я рекомендую делить на количество людей. То есть палатка может весить и 15 килограмм, но если вы делите на 40 человек, это вес низкий, это вес маленький. Соответственно, в моем понимании, низкий вес это будет менее чем 0,7 на человека, то есть примерно 1,6-1,5 килограмма ниже. Хоган весит 1,8 для понимания. То есть это легкая, средне-легкая палатка по моей классификации. Мне нравится чехол, у него есть ручка, за которую можно взять и нести из машины до машины. Есть возможность утянуться, соответственно, если вы спрячете сюда какие-то промокшие шмотки, или, например, одежду, можно все это уменьшить в габаритах. Это плюс. Также достаточно редкое решение. Это способ доступа в виде утяжки сверху. Обычно молния какая-то, да, но вот такая штука, типа анус, назовем ее так, она не ломается. Значит, что мы уже доставали? Коли. Коли с дугами мне понравились. Сама внутренняя палаточка. Сейчас будем внимательно смотреть, не проебали ли мы оттяжки, потому что мы нашли оттяжки то ли от Сеттлера, то ли от Ягуара, и, честно говоря, мы не поняли. Внутренние инструкции разложить, вставить, натянуть. И затем пристегнуть внутренние палатки к тенту. Соответственно, раз палатка здесь внутренняя, каркас здесь внешний, получается, в перспективе можно эту операцию не совершать, хранить их сложными вместе. Так, давай смотреть. Это у нас, очевидно, внутренняя палаточка. Мы ее пока отложим в сторону. Скажу, что по качеству изготовления все достаточно приятно. Каких-то нареканий я вот на первый взгляд не вижу. Тряпочка верхняя дышащая. 99% имеет пропитку, чтобы на нее капли конденсата, капая, убегали. Большое количество сетки, что для лета, ну вообще для маленьких палаток, скорее, на мой взгляд, хорошо. То есть большую палатку тяжело прогреть, маленькую палатку тяжело охладить, поэтому сетка для меня это большой плюс. Тент. Да, вот смотрите, здесь у нас не палатка курильщика, здесь у нас оттяжки сразу уже приделаны, причем я хочу похвалить отдельно стропы. Это тоже можно посмотреть, как сделаны. Стропа очень-очень добротно пришита к стропе, и она с световозвращающими вот этими вставочками. Сейчас, наверное, на свету не будет видно, но значение будет блестеть. Все сразу подвязано, и вот такая треугольная штуковина для фиксации, сразу покажу, что потом может не возвращаться. Она как работает. Когда палатку оттягиваете, вот там отрегулировали, вот так пропустили в крокодил, и вот оно держится. То есть пропустили больше, оно держится больше. Менее надежно, чем узел, конечно, но значительно проще, так что это плюсик, по-моему, сказать. Соответственно, оттяжки нам искать не нужно. По поводу коли в чехлу. У меня большой план, а надо носить отдельную колью, где-то не отдельную палатку, потому что это позволяет вам более рационально использовать объем и ваших друзей, по походу, соответственно. Здесь у нас колья хранятся в отдельном кармашке. Не могу сказать, что это прям пипец как надо, но для любителей организованной организации это плюс. Колышков у нас тут. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. Четырнадцать кольев, скорее всего, с запасом. Колья, они, с одной стороны, заслуживают похвалу, потому что они более-менее нормально держатся при нагрузке в любую сторону за счет своей равной формы относительно легко втыкаются. Но в условиях каменистого грунта или грунта с камнями просто, вот как здесь у нас московская утоптанная, не пойми что, ее тяжело загонять. Приходится на нее наступать, любое давление ногой на колышек, это, опять же, повод колышку согнуться, какой бы он треугольный, ребристый не был. И есть за что ее, эти колышки, вытягивать. Веревочка желтая, конечно, заговняется, но пока новая, она выглядит хорошо. Веревка, кстати, по ощущениям, не особо световозвращающая, хотя тут есть такие полоски. Это надо в темноте пробовать. По идее, вот эта не должна как-то себя выделять. Значит, чехол основной. Плюс то, что одно место, минус в том, что нет отдельного чехла для колышки. Если вы хотите колышки носить совсем отдельно, но здесь аккуратнее. Я так однажды к одной палатке взял поле и дуги от другой палатки, и был фейл, пришлось ставить ее на веревку. Чехол сделан из добротной тряпки. Судя по всему, это та же самая тряпочка, что и дно. Низ у него усилен. То есть, все, в принципе, правильно на текущий момент. Значит, может быть, мне не эта палатка не понравилась. Кстати, это другая, походу. Новые дуги собираются достаточно легко. Кто не знаком с конструкцией, внутри идет эластичная веревка. Вот это типа резинка трусов. Она потихоньку будет разбалтываться, естественно. В какой-то момент нужно будет снять оконечник. Вот он. Вытянуть, перевязать и получить эластичность, как она была. Так, давай теперь ставить наружный тент. Тут у нас есть два конца. Широкий и узкий. Мне кажется, маленький, а у тебя кажется большой, да? По ощущению. Я думаю, так. Соответственно... Так. Смотрите, вот этот конец обшитый. Это большой плюс. А, вот конец открыт. Я причем заметил, что он желтого цвета, что как раз соответствует... Ну, более-менее соответствует цвету дуги. Подобная история используется в больших кемпинговых палатках, где дуг много, и они не совсем одинаковые, но это неочевидно. Вот это вообще тема. Такая конструкция была у старой Алексики, которая копировала старые фауды. Но редфокс... Нет. У старого редфокса была, а у Алексики не было. Потом от него что-то отказались. То ли это запатентовано, то ли им лениво, но вот я большой фанат. То есть одной рукой один человек может вполне это собрать. Соответственно, с другой стороны у нас есть отверстие под люверс. Дуга по умолчанию натягивается достаточно сильно. Дуги со временем будут сгибаться. Это для них нормально и ожидаемо. В принципе, особенно для недорогих палаток. А это сейчас недорогая палата. Давай развернем тогда, как нас просит. Хочешь ты, запихай дубу. Я подержу здесь для простоты. А вот здесь должен быть вход. Вот вход. Видишь, серебрист. Еще раз скажу то, что такая зашитая конструкция карманов позволяет ставить палатку одному. Это большой-большой плюс. Заметьте, весь туннель... Ага, все, загони и натягивай. Весь туннель для дуги закрыт, и нет никаких выходов наружу, как мы видели у Новатуровской и Петри 2, которые, на мой взгляд, дурацкие. Правильно-правильно, все, ты нажимаешь и натягиваешь. Ну, давай я сделаю, хорошо. Значит, сеточка здесь используется для уменьшения сопротивления. Да-да-да-да-да, именно так. И вот смотри, она у нас где-то, видишь, не дошла, суть всему, до конца. Дошла? А здесь оттянуться-то уже больше некуда. А вот видишь, вот эта вот стропа, она как-то регулируется? Эта стропа чуть-чуть регулируется с той стороны. Посмотри, пожалуйста, до конца ли мы все вставили. Единственное объяснение, я вижу... Вот, не до конца. Вот. Ну, вот есть нюанс, видите, как обычно. Вот. Вот тот самый концевик, который я ищу каждый раз на лямке рюкзаков. Но это не концевик, это просто стропа, сшитая в петлю, за которой можно удобно держаться. Так, теперь на палатку надо растянуть. Вход у нас с какой стороны получается, с этой. Сначала углы, я так думал. В принципе, лучше наклонять к палатке, так оно будет надежней. Что они там шатунового своего слушают? Для кого это голубая луна? Так. Сразу можно попробовать найти концы и оттянуть, в принципе, ее совсем. Здесь их, в данном случае, два. С одной стороны, это позволяет нам чуть-чуть лучше регулировать. С другой стороны, чем больше точек крепления, тем кривее мы ее, наверное, скорее всего, соберем по умолчанию. То есть нужно еще думать по поводу отношения вот этих двух точек друг к другу. Вот, смотрите, видите, она наверху ползает. То есть нужно коле загонять довольно глубоко. Коля, ко мне. Эти люди нихуя в жизни нет, кроме бухла и песен про любовь. Так, а ты его, конечно, загнал. Это хорошо, только нужно еще чуть-чуть дальше. А хотя нет, слушай, здесь ты ровненько, получается, подогнал, да? Более-менее. Так. Будем считать, что ты ее хорошо растянул. Я люблю еще раз растягиваться по максимуму, практически до звона, без фанатизма. Если дуги до звона натянуть, они потом оставятся согнутыми. Это прям приглашение, чтобы они сломались. Да? Вот. Опять же, ты его воткнул, видишь, ровная, она криво встала. Я нажимаю, есть подозрение, что может и погнуться, если наткнется на камень. У нас осталось раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть оттяжек. Считаем. Раз, два, три. Три, четыре, пять, шесть. То есть запасных колев, как таковых, здесь нет. Теперь крепление внутренней палатки. Первичное. Трабчика обычная, нормальная. Значит, в текущем моменте, пока мы внутри ничего не закрепили, палатка выглядит прям здорово изнутри. Вот. Давай сюда. Там должна быть большая и меньшая сторона. Ввести мы. Меньшая. Потому что вот вход. Давай наоборот. Сейчас нужно ее по фастексам закрепить. Сначала опять же... Не знаю, я предпочел бы намертво фиксаться и не выпендриваться. Причем фастексов тут довольно много. Если разобраться. То есть мы крепимся и по углам, и в дальние точки. Сейчас ты ее сломаешь по делу. Так. Теперь все это хозяйство надо еще зафиксировать. Я как-то раз дал палатку человеку, а он ее разобрал. Как можно разве делать, а? Нельзя так делать. Не разбирайся никогда никому в палатке. У нас будут потом вспоминать. Нехорошими словами иначе. Фиксация совершенно стандартная. То есть вот эти вот колечки, они примерно у всех одинаковые. Здесь никакой новизны или отличий нет. Кстати, у соседей пидорасов играет песня про белого орла. Говорят, что это спродутированная песня под аудиторию. То есть прям сделали целевой анализ. Что любят люди слушать. И заказали по ключевикам песенку. То есть песенка реклама практически. Дети маркетинга. Вообще я мучаюсь. Это просто пипец. Собирать. Может быть, можно было сначала перевернуть. Никуда не ставить. И вот, все это зафиксировать. Потом ее заново перевернуть. Ну, как вы знаете, хорошая мысля приходит и после, конечно же. Так-с. Вот это у нас. Что это такое? Это у нас для фиксации. Так, мы по всем точкам ее поставили. Теперь надо натянуть внутреннюю палатку. Да, причем как-то так, чтобы не вырвать внешне. Я думаю, что я обойдусь двумя точками натяжения. Вот этими. Вот, они еще больше оттягивать здесь не будем сейчас. На текущий момент. И пошли применять пенку. Снаружи она выглядит сомнительно, честно скажу. Давай в следующий ролик. То есть, опять же, надо... Давай, хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!